Итак, мы добрались до меню третьего уровня. А что после этого? Есть ли жизнь после жизни? В каком случае жизнь равняется смерти? Один мой друг задал вопрос. Как вы думаете, в каком случае жизнь равняется смерти? Каким образом? Каким образом? Когда мы умираем, жизнь же это отличается от смерти? Живой человек и мертвый человек. Ну это художественно опять получается, да? Я вам скажу его находку. Вот если жизнь после жизни и если жизнь после смерти, да? Вот эти две фразы равнозначные он говорит, да? И здесь получается жизнь равна смерти. Ну это игра слов тоже. Так, значит смотрите. Здесь идем назад. У нас получается, мы вошли в agricultural machinery, да? То есть мы ушли из этого уровня, да? На другой уровень. Вот отсюда, да? Ушли на другой уровень. Здесь уже надо будет открывать другую страницу, да? Согласны? Но чтобы открывать другую страницу, нам нужно что? Ссылку, правильно. Нам нужна ссылка. А эта ссылка хранится где? Вот здесь, да? Вот здесь, да, получается? Вот HRF же есть? HRF, да? Значит, мы должны... HRF же мы читали или нет? Так. Вообще тут есть читанный HRF? Где-то было, да? HRF были? Так, не в этом примере. До этого. Вот он, да? Вот он, да? Атрибут. Вот здесь, да, у нас была? Я помню, что мы HRF читали, да? Так. Подождите, сейчас. Тут айл немножко недоделанный. Так. Во-первых, мы что берем? Page is a late, да? Да. Да. For element in elements, да? Так. Вот этот элемент у нас заходит сюда, да? Так, значит, давайте сюда еще мы добавим HRF, да? Так. То есть, на самом деле, ссылку будет иметь только меню третьего уровня, да? В остальных ссылки... Ну, в них тоже ссылки, может быть, есть, да? Но мы будем давать ссылку только с меню третьего уровня, да? Так. 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 и здесь напрашивается что здесь у нас напрашивается джейсон я предлагаю все это сохранить джейсон файле чтобы у нас программа не было монстром проще разделить ее на несколько программ которые между собой общаются данными да то есть мы вот эти данные до сохраним формате джейсон что такое джейсон вы посмотрите по нашему плейлисту программирование с отягчающими обстоятельствами после списков идет джейсон да я сейчас здесь применю и списки и джейсон так но у нас вот здесь возникла такая необходимость это все положить джейсон списки джейсон это наиболее часто применяемые инструменты python понятно так значит получается давайте мы с вами с вами это будем раскладывать джейсона для этого нам надо будет составить список джейсон состоит из таких объектов python как списки и словари чем отличаются списки от словарей да вообще есть да но есть что значение вот тогда я вам вопрос там что общего между словарями и списками списки да а словаре вот есть скалярная переменная вот в других языках называется скалярная переменная там только одно значение допустим ай да а есть составная переменная составной тип да которым может быть много значений список и словарь это виды составной составного типа то есть списке может быть много значений и в словаре тоже много значений да но все эти значения друг от друга в списке отличаются чем номером индексом да по которым расположены а в словаре отличаются по алфавиту да вот что является для заключенных самым обидным что их имена заменяют на номера да да и в принципе какая разница номером или именем а в принципе какая разница разница нету да главное чтобы номер отличающийся был да но человек же не список он словарь да он хочет по ключам отличаться да ключ это и есть имя да вот поняли так значит мы создадим список а внутри него будет словарь да так значит получается да джейсон это комбинация словарей и списков в словарях внутри словарей могут быть списки внутри списков могут быть словари и я жду от вас вопрос а как насколько они могут быть вложены это вот как матрешки да внутри списка может быть как список так и словарь внутри словаря может быть как и список так и словарь то есть через джейсон можно такой довольно сложная вложенности так вот смотрите здесь у нас что идет здесь у нас идет вот print это первый уровень да первый уровень да да это индекс здесь cut name и tag name да так мы и назовем сохраним здесь что так давайте создадим словарь то есть сначала список так вот джейсон да равно на верхнем уровне пусть это будет словарь да то есть список да теперь мы пишем по джейсон append append добавить да и сюда же мы сразу вставляем в список мы добавляем словарь словаре у нас ключи да так так cut name может быть не cut name а пусть cut name будет да такое же название переменной да и tag name да это ключ а это значение переменная которое у нас есть и потом место номера да здесь еще level 2 level 2 сделаем пустой так пустой чтоб потом туда заполнять ясно и вот теперь мы то что здесь было в конце сохраним джейсон файл в конце сохраним джейсон файл так вот здесь браузер клаус так импорт джейсон я просто сейчас открою примеры которые я на джейсон не делал так допустим iron python так вот допустим вот допустим из вида он читает так так здесь вот импорт джейсон да есть во-первых да импортируем джейсон модуль джейсон потом дальше и сохраняем джейсон файл вот в конце у меня должен быть вот сохраняем джейсон джейсон в какой-то файл да так имя файла пусть у нас будет made in china так сайт как назывался через то есть а это вот это это вот асинхронное программирование в стиле джаваскрипта да да закрывать браузер я же специально видео снял что это означает levels 1-3 да так точка джейсон и вот так он сохраняет джейсон файл если мы его запустим он будет вводить не только на печать но и сохранит джейсон потом мы с вами этот джейсон прочитаем отдельной программой хорошо так сейчас он печатает а потом уже открывая джейсон мы просто будем брать ссылку заново запускаем это в другой программе да так сейчас он так нам надо не дейта сохранять а вот этот джейсон да он говорит никакого дэйта не знаю он запустим да да мы его заполняем да там списки и сохраняем его в джейсон файл а потом мы можем этот файл прочесть джейсон формат очень удобен когда сложно структурированные данные передаются можно вот древовидно структурированные данные передавать вы знаете видели дерево да чем оно отличается в дереве есть ветви да на ветвях есть другие ветви и так далее да а потом в конце есть листья да и ветви не кольцуются то есть дерево не закольцовывается да в отличие от других видов графа и по дереву получается удобно ходить в цикле по всем ветвям войти и в конце структура папок на диске тоже похожа на дерево папок и файлов да то есть мы джейсон можем сохранять древовидные модели ясно так закончилось или нет закончилось вроде да закончилось так теперь мы смотрим вот он джейсон файл у нас да так мы его можем через спирт и файл пропустить а можем и так посмотреть вот да это индекс так level 2 пустой да потом следующий а так так давайте мы сделаем еще вторую программу который этот джейсон файл читает и красивом виде распечатывает и так этот джейсон файл он сейчас у нас вытянулся в одну длинную строку да мы его можем скопировать и в интернете поискать джейсон предтефайл что такое предтефайл что такое предтефайл он делает его более начинанием да он делает его красивеньким да процесс вот видите в принципе можем пока его даже не распечатывать а в такой предтефайл ложить да видите потом к нему доступ так теперь level 2 будем заполнять level 2 чтобы заполнять level 2 чтобы заполнять level 2 мы с вами так мы будем использовать такое свойство списка что индекс минус 1 означает это последний индекс так вот здесь да получается значит for джейсон минус 1 так python доступ к элементам словаря через ключ а да вот смотрите профессия доступ к элементам словаря вот через это было так вот прямоугольные скобки и кавычка да так прямоугольные скобки и внутри кавычка да этот элемент словаря назывался level 2 да и к нему мы что делаем еще один словарь получается в котором у нас что будет вот здесь напишем текст 2 да равно вот этому чтобы два раза не делать тех же действий да и текст 2 текст 2 да потом что тэгнейм пусть будет такой же тэгнейм да и и добавим еще level 3 пустой пустой смотрите но если мы только сюда добавим в чем будет проблема до какого уровня вот это место кода работало до пятнадцатого пункта да давайте проверим так текст 2 по текст 2 текст 2 текст 2 Закончилось, да? Так, теперь вот у нас обновился он, да? Мы берем его обратно и вот онлайн сервисе, так, заново заходим, вставляем и нажимаем процесс. Так, вот видите, уже второй уровень появился, да? Agricultural, Plastic, Machine Tools, Construction Machinery, да? А, да. Потом в Consumer Electronics Cell Phone, третий, да? Четвертый, пятый. Так, и тринадцатый, четырнадцатый, да? Пятнадцатый. И что сейчас будет после пятнадцатого? Шестнадцатый. Проблема. Да. Шестнадцатый будет проблема. Что он не... А где шестнадцатый? Шестнадцатого вообще нету. Шестнадцатый вообще не появился, да? После пятнадцатого, да? Они все включились в пятнадцатый, оказывается, да? Они все включились в пятнадцатый, да? Они все включились в пятнадцатый, а вот здесь же... Вот же, вот это было, да? Это опять первый уровень, да, получается, да? Да? Это опять первый уровень был. Поэтому мы что сделаем? По джейсон аппенд. Но вместо cutName мы сюда включим что? А1, да? То, что взято из того списка, да? Так, теперь попробуем запустить заново. Run. Мы же здесь первый уровень отрабатывали, потому что принт у нас с чем здесь? Сколько здесь табов в принте? Нет, вот в этом принте, который я выделил, сколько табов? Где один табов здесь? Где, где здесь один таб, да? В этом принте, где один таб? У нас здесь такая игра была. Кисло курики, сока курики, сока курики. Вы так считали, да? Пока не увидит, да? Сколько в этом принте табов? Вот в этом принте сколько табов? Один, да? А в этом принте сколько табов? Два. Получается, а в этом принте сколько табов? Ни одного. Ни одного, это значит, какого уровня касается? Ни одного? Верхнего, самого верхнего, меню самого верхнего уровня. Там нет ни одного таба, поэтому мы сюда добавили. Это такой же принт, такого же уровня, как и вот этот. Единственная между ними разница, здесь cut name, здесь из списка берется, помните? Значит, сюда мы что отправляем? Нет, вот это, вот это что такое? Это откуда данные берутся? Из списка. Из списка, да. Так, теперь попробуем запустить. Правильно, значит. Да, ну, мы же с нуля считаем, как этот барабан Страдивари, слышали? Новый русский, один другому, это персонаж по 90-х годах, другому, это вот купил барабан Страдивари. А вот второй этой четвертой, это Страдивари же скрипки делал, а не барабаны. Он для, ну, там, жаргонное слово, которое я не хочу говорить, вот для них он делал скрипки, а для братвы говорит барабаны. Вот, то есть мы программисты с нуля считаем, да? А остальные считают с одного, да? Так. Сейчас в конце у нас появится JSON-файл, и мы посмотрим, появился ли 16-й пункт там, да? И потом, после этого... 16-й, конечно, да? Да. Так. Вот, обновился, да? Отсюда мы берем. Потом, предтефайер. Копипастим, да? Кстати, онлайн-сервисы облегчают. А так можно было бы написать. Так. Первый уровень. Где-то сюда спустим, да? Да. Вот уже... Да, да. У нас сейчас и файлы, да, называют MP3, там, PDF, да? И как тут можно самостоятельно? У каждого файла есть своя структура, какие данные на каком месте написано. Если есть библиотека, которая может файл читать, да? Ага. Через библиотеку можно доступ к элементам файла открыть. Я покажу, как с PDF, да? А некоторые файлы, да? А некоторые файлы можно без библиотеки прям по их структуре разбор делать, да? Вот, допустим, мы, битмап жесть, бмп, да? Их прям создавали руками, да? Или еще раньше был формат DBF, базы данных. Его руками создавали. CSV файл руками можно создать. Самостоятельно. Да, вот если структура достаточно простая, то можно самостоятельно залезть. Да, есть библиотека, если, да, то можем библиотекой его читать. Так, вот у нас, получается, после 15-го появился 16-й, да? 15-й Computer Products, да? Так, где у нас браузер? Вот Computer Products, да? И потом 16-й у нас, получается... Chemicals, да? Должен был быть. Вот 16-й Chemicals, да? Так. 17-й Tools and Hardware. Все, последний сервис, да, получается, сервис? Так. 27, да, значит, два уровня. Видите? Джейсон, это, получается, как полочки, да? Вы по полочкам все раскладываете. Вот если все вместе лежит, там, брюки, рубашки, носки, майки, в одной куче лежат, вы быстро будете одеваться? Пока найдете. А если по полочкам разложено? Да. И Джейсон нам помогает по полочкам разложить данные, когда их много. Вот там его удобство. Понятно? Да. Это как шкаф, в котором мы храним данные. Когда надо, их берем. С ними что-то делаем. Так. Итак, нам осталось... Вот мы добавили, получается, третий уровень, да? Второй уровень, то есть мы добавили, да? Так. Это у нас все равно первый уровень остается, да? Вот это первый уровень, да? Это первый уровень. Это второй уровень. А вот здесь третий уровень, да? Значит, чтобы у нас был третий уровень, мы что делаем? У нас уже список внутри списка. То есть на первом уровне мы берем самый конец. Да? На втором уровне тоже мы берем самый конец, да? Да? И потом в нем берем мы третий уровень, да? Левел три. Вот который вот здесь добавили, левел три. Это левел три, да? И в этот левел три мы добавляем что? Получается, мы добавляем текст три равно вот так сделаем, да? Правильно? Так. Текст три, текст тегнейм. И еще мы добавляем href, да, получается? Так, ссылку. Вот она. Вот это минус один означает, что мы берем самый последний элемент списка первого уровня, да? В нем находим по словарю список второго уровня и самый последний элемент. И в нем находим список третьего уровня и туда добавляем получается вот эти данные, да? Так, теперь попробуем запустить и открыть потом из этого ThreadTifier, да? Да? Граем 폰, да? Так. ари Да? Да? то есть мы делим задачи на до большую сложную задачу делим на ряд простых задач если необходимой они они тоже в свою очередь на просто до тех пор пока мы не сможем с ними справиться вот так и программируем понятно вы тоже узнаете нет я их не виду так я их использую в работе просто java сиси плюс вот когда вы тоже попрограммируете лет 30 у вас тоже пока же будет 20 языков потому что я сейчас вам расскажу почему много языков программирования интересный вопрос сейчас мы вот это проверим и потом я расскажу хорошо так копируем так потом открываем пред и fire так процесс и смотрим получилась или нет на текст 2 текст 3d текст 3 вот уже со ссылкой да и череда машин тулс вот у нас джейсон файл который мы теперь можем взять и по нему потом пройтись и вытащить все данные до разложив их по полочкам так ну так как у нас вот коммершиал сервис да а до сервиса до коммершиал сервис давайте посмотрим вот в этом made in china ком а а до сервисов потом экссибишен сейлс так а вот он да экссибишен сейлс эдюкейшен ну вроде все похоже да ну что ж задачей и сбрасывание в джейсон мы справились и сохран и